Давайте прогуляемся по Лангиру, самому большому городу на норвежском архипелаге Шпитцберген. Части этого города могут показаться обычными. Но не вводите себя в заблуждение, это место не похоже на другие. Находясь на 78 градусах северной широты, то есть в 800 милях или в 1300 километрах от Северного полюса, с его двумя тысячами постоянных жителей, это самый северный настоящий город на Земле. На острове всего 50 километров дорог, включая маленькие улицы между домами. Так что люди здесь в основном используют снегоходы. На деле их тут зарегистрировано больше, чем жителей. Каждый человек, покидающий город, обязан носить с собой огнестрельное оружие или идти с кем-то, кто умеет этим оружием пользоваться. Так как на острове живут белые медведи. Средняя дневная температура ниже нуля, и она держится 8 месяцев в году. А с конца октября до середины февраля, солнце тут не восходит вовсе. Это длинная полярная ночь. Жить здесь трудно. В этом декабре лавина разрушила 10 домов в городе. Они были именно здесь. Погибло 2 человека. Так как же этот холодный, отдаленный и покрытый льдом архипелаг стал обитаемым? Холмы вокруг города богаты углем, который добывали тут более 100 лет. Уголь транспортировался по канатной дороге, части которой до сих пор сохранились, но они давно вышли из строя. Уголь — это напоминание, что Шпицберген не всегда был ледяным арктическим миром. 360 миллионов лет назад он был в тропиках севернее экватора, заболоченной местностью, покрытой предками современных папоротниковидных, которые были намного больше современных, достигая размеров в 10-30 метров в высоту. Затем вся эта растительность была покрыта илами песком и погружена в море. Со временем она превратилась в месторождение угля, которые в 20-м веке привели сюда шахтеров из Норвегии, России и США. Большинство угольных шахт сейчас закрылись, и экономика постепенно переходит на туризм, образование и исследование. Туристы катаются на снегоходах и собачьих упряжках. На Шпицбергене есть университетский центр, который предоставляет курсы по биологии, физике и геологии. А на склоне горы находится Шпицбергенское всемирное семенохранилище. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Местные жители рассказывали мне, что интерес к региону со стороны разных стран растет. Из-за глобального потепления и таяния арктических ледников начинают открываться северные торговые пути. И Шпицберген имеет стратегическое положение между Америкой, Азией и Европой. Так что, может быть, в будущем Шпицберген больше не будет таким холодным и далеким, как однажды. Но на данный момент он остается напоминанием, что посредством нашей изобретательности люди могут жить в самых экстремальных местах. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok